Мобильная поликлиника перед инфекционной больницей. Изменения логистики в поликлиниках. В набережных Челнах принимают меры, чтобы снизить нагрузку на врачей из-за пандемии COVID-19. Но на деле это мало помогает. Пациенты часами ждут на улице, чтобы попасть на прием. Мы уже неоднократно показывали аншлаги перед медучреждениями, но за несколько недель ситуация мало изменилась. При этом, по официальным данным, количество пациентов с коронавирусом на порядок меньше, чем очереди в медучреждения. Кто стоит у двери больницы и поликлиник, попыталась разобраться съемочная группа программы Челны-24. В сезон простудных заболеваний очереди в поликлиниках не редкость, но на дворе – середина июня. И ни один пациент не может припомнить такого, чтобы ждать приема даже в пик заболеваемости ОРВИ приходилось на улице. Вот такая вереница выстроилась перед поликлиникой номер 3. Людей с температурой, одышкой, кашлем направляют в отдельный бокс. Из-за пандемии медики ужесточили прием. Практически полтора часа стою, с восьми часов, время уже полдесятого. Тесты здесь не делают, на кровь здесь не направляют, то есть никаких анализов у вас не берут. Вам всем вырезают одинаковую бумажечку с одинаковым лечением. То же и у поликлиники номер 6. У некоторых пациентов признаки вирусной инфекции. И они уверены – в толпе они могут заразить друг друга. Но медпомощь нужна, вот и приходится стоять на улице. Запускают в небольшое помещение в ограниченном количестве. Окажут первую помощь, дадут больничной. И мы пойдем потом домой лечиться. Огромное спасибо врачам, что принимают нас. Я вот субботу только вышел из инфекционной больницы. Хочу сказать спасибо врачам всем, что вылечили. Там очень хорошее обращение. Но и без критики не обходится. Нет никакого консультанта. И люди пользуются только догадками. Одна медсестра выходила, у нее спросили. Она ответила – я ничего не знаю. И вот все закончилось. Из-за этого может возникнуть и паника, и давка. А социальной дистанции уже никакого разговора быть не может. Аншлаги были и возле инфекционной больницы. В ситуацию вмешались и прокуратуры республики, и Минздрав. После чего здесь установили скамейки и навесы. На территории инфекционной больницы появилась вот такая мобильная поликлиника, где оказывается доврачебная помощь. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на само медучреждение. Замеряем сатурацию, насыщенность кислородом. Работу легких определяем. Температуру, давление. Готовим всю документацию. И чтобы не создавался чердей, направляем людей по боксам, по врачам. Но даже с учетом этих мер не все пациенты замечают изменения. Так, по их словам, больницы переполнены. И если оформление больных идет оперативно, то в боксы к врачам попасть – проблема. Мы посидим два часа. За два часа ни одного больного просто не приняли. Вот народ сидит, в лесу отдыхает, ждет приема. То есть дождаться невозможно. Я не могу оставить больного, потому что если не примут, куда он пойдет? Больной. Мне надо или забрать, или оставить больного. Я вынуждена жду. А там меня ждут. И у меня сегодня выходной. Я вообще не на работе была. Меня вызвали из дома, потому что некому было везти уже больного. Кое-как настоял. Говорю, или я умру, или делайте со мной что-нибудь. Вот сейчас здесь продержали. Говорят, нет, здесь мест нету. Давайте в пятую больницу. Сейчас поедем туда, в пятую больницу. Как сообщает республиканская прокуратура, за ситуацией в здравоохранении Автограда следит прокурор Татарстана. Сегодня на еженедельном оперативном совещании глава ведомства Элдус Нафиков поручил прокурору Челнов обеспечить безусловное соблюдение прав граждан на получение своей временной и качественной медицинской помощи. По официальным данным, на сегодня в набережных Челнах в стационарах лечится всего 57 пациентов с диагнозом COVID-19. У семи из них тяжелое состояние. При этом только сегодня мы увидели десятки людей с признаками респираторной инфекции у медучреждений города. Редакция программы Челны-24 направила запрос в Управление здравоохранения города для того, чтобы получить ответы на вопросы, волнующие челнинцев. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Радик Ганеев, Челны-24.